Всем привет, дорогие друзья! Если вы не знали, меня зовут Грув, и я рассказываю вам о топовых колодах, которыми сейчас играю текущий медь. Сегодня у меня попалась колода от знаменитого игрока Тайса. Тайса — это колода Inner Fire, которая занимается тем, что раскачивает до неимоверных размеров здоровье, потом приравнивает здоровье к атаке и вносит большой урон по лицу. Именно этим колода занимается, и сейчас мы попробуем с помощью этой деки победить. В общем, изначально лучше всего старт искать какой-нибудь, чтобы быстро-быстро прокручивать свою колоду. Например, да, Клирик неплохо зайдет, с помощью него мы можем парочку карт достать Собиратель Сокровищ, который, по-моему, в количестве одной штуки здесь у меня лежит. Да, тоже помогает вам добирать карты. Раскачиваем по ХП, у нас есть сильные драконы, и с помощью этого как-то вносим летальный урон. Я думаю, можно ставить сияющего элементаля, можно кинуть баф, скажем, сейчас пока что сюда, чтобы он никак не мог разменяться на Клирика, и чтобы я 100% смог с помощью этой карты добрать несколько карт. Ну, вообще, сейчас большой вопрос то против меня играет, потому что это может быть как таун-друид, так и друид на ведьме, да, с жирным существом. Я дальше буду ставить добор, будем ждать первое существо от друида, и уже будем от этого отталкиваться, посмотрим, сколько карт изначально мы сможем получить. Итого, главная комбинация, мы ставим какого-нибудь жирного дракона, например, дракона сумеречного, либо доисторического дракона, забафываем его на ХП с помощью божественного духа, и с помощью внутреннего огня приравниваем здоровье к атаке, и вносим летальный урон по лицу противника. Вот уже големчик пошел, и вроде как, ну, пока что непонятно, кто против нас будет играть, но, я думаю, в ближайшее время сможем уже определиться. Он может уже бить, он может сюда разменяться, к сожалению, как-то самостоятельно его забрать я не смогу, да, не используя, например, того же Вестника Заката, поэтому, я думаю, мы пока что сыграем вот так, доберем карту, чтобы он здесь не мог разменяться. У нас есть Страж Драконов, я думаю, еще Собиратели Сокровищ здесь поставим, чтобы уже попроще было разменяться с големчиков из Древостали. Древостали закончить ход. Надо, наверное, погромче сделать музыку из игры, а то уж совсем какая-то тишина. И надо понять вообще, кто против нас играет, потому что если это будет Спайтфул Друид, то надо будет как-то готовиться к жирному существу, от которого стоит избавляться. К сожалению, таких прям ремувалов у нас нет. Единственное, что здесь есть, это Сумеречный Послушник. Вместе с Жрицей Тьмы можно украсть жирное существо, и будет все хорошо. Немножко подлагивает у меня. Сумеречный Дракон уже пришел, я добираю карты. Он ударился в Служителя Боли и не оставил мне существ вообще. Я сейчас могу ставить Сумеречного Дракона, он будет 4-7. Можно уже сразу Божественный Дух на него бавнуть, и как раз посмотрим, выкинет ли он единичку, да, для того, чтобы избавиться от этого жирного существа. А уже потом будем кидать Дракона и, наверное, ходить по лицу. Мне надо до седьмого хода, даже здесь Страж Драконов есть, я не знаю, стоит ли Божественный Дух отдавать или потерпеть пока что. Давайте, наверное, пока потерпим. Не думаю, что это принципиально важно для меня сейчас, забафать его. 4-14 это, конечно, круто, но нежданный урон по лицу намного круче может быть. Ну, постараемся как можно больше побед сделать данной колодой. Если она вам понравится, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Колода, как всегда, есть... Повторное подключение. Колода, как всегда, есть справа, есть код на нее в описании, поэтому копируйте, если она вам уже дюже понравилась. И у нас уже есть здесь с чем поиграть. Да, я могу убить эту стенку, наконец. Скорее всего, будет Таун Друид. У нас есть массовое рассеивание, тоже неплохо. Я думаю, можно здесь кидать Вестника Заката. Хилим, конечно же, Дракона, держим его здоровье на высоте и бьем по лицу. Сейчас, возможно, будет Дракон 4-8, да, с 2 по всем. Будет не так приятно, но в любом случае у меня есть всегда Сумеречный Послушник. Скорее всего, скорее всего, Таун Друид, поэтому вот эта карта будет здесь ключевой, чтобы засалить все дело это и пройти по лицу вдруг, если будет куча Таунтов. Но для этого мне нужно найти несколько карт, которые позволят мне победить в этой партии. Например, еще один Божественный Дух и Иннерфаер на конце, чтобы все это с дела забавить и пройтись по лицу. Смена облика в лицо. Немножко непривычно в новой обстановке стримить, потому что еще звук эха еще до конца не настроил. У нас есть Страж классный, который бафается от Дракона, и это достаточно сильный ход. Теперь я уже могу разбафать именно Стража Драконов, потому что у него будет здоровье куда побольше. Здесь уже, если я удвою, это будет 22, а слово Сила Щита это будет 26 урона. Можно сказать, считай, летальный урон. Осталось мне найти только одну ключевую карту для победы в этом матче. Зодиак против меня играет, кстати. Зодиак еще. Что там будет? Что там будет? Лесные огоньки. Ага, так это же Агра. Это же Агра, и, соответственно, от этого всего мне надо избавиться. Либо сейчас залетали от нашего противника. Ну, Массала я всегда смогу сделать. Я могу сделать Массала, но, к сожалению, Вестник Заката не играет, потому что у меня дополнительного Дракона нет. Но вот отсюда я могу достать, например, Дракона и зачистить это все, если вдруг в стопдек он придет. Клирик. Не особо приятно. Не особо. Не знаю, что по поводу точечного ремовала у подобных друидов, но там есть как минимум два рева. Вот тоже неприятно будет. Давайте, наверное, разбафаем нашу стенку, чтобы он не прошел здесь. Но у меня здесь летальный урон. Ура! Стопдечел. Стопдечел, летальный урон, и первая победа. Отлично, отлично, ребят. Первая победа этой замечательной колодой. Игра перезапущена. Здорово. Ладно, ребят, а пока я запускаю снова поиск матча, запуская игру, хотел бы вам порекомендовать моего нового спонсора LootBet и включить, конечно же, рекламную интеграцию от этой замечательной компании, которая занимается ставками на киберспорт. Давайте посмотрим их рекламку. LootBet. Онлайн-ставки на киберспорт. Dota, CSGO, Overwatch, Hearthstone и другие дисциплины. Ставь на исход матча и игровые события прямо во время трансляции. Пополнить баланс можно деньгами, скинами или биткоинами. Заходи на LootBet, вводи код с экрана при депозите и забирай свой бонус. А я уже зарегался на следующий матч. Ссылочки и все, что вам понадобится о LootBet, конечно же, в описании. Наконец-то Груф поест чуть-чуть колбаски. У него появился настоящий спонсор. Это очень круто, поэтому поддерживайте. Мне это очень сильно поможет, если вы будете переходить. И, может быть, вы специалист в этом деле и сможете нормально подняться, если хорошо умеете угадывать исход матча. К сожалению, этим похвастаться я не могу, потому что всегда, когда я голосую либо за сильного, либо за слабого, всегда он проигрывает. В общем, я могу таким быть антисоветчиком. Точнее, когда я ставлю на какого-нибудь человека, всегда побеждает совершенно другой. Я могу вам просто сказать, на кого я поставил, на кого вам не ставить. Я не знаю, если кто-то из вас очень хорошо в этом разбирается, в аналитике, то, конечно, пишите мне. Может быть, я тоже приму в этом участие и тоже подниму баблишек. Посмотрим. А у нас паладин, бак упал сейчас. Попробуем его победить сейчас. У нас есть, как всегда, массовка. Это хорошо. Есть лирик на старт. Тоже здорово. И, по идее, учитывая то, что у нас есть два Вестника Заката, есть два Дракона, есть шанс на то, что я смогу от этого всего дела отбиться. Будем, конечно, хиляться. Сразу делаем добор. Ищем то, что мне позволит здесь победить. Есть похищение жизни. Нет, ну, сейчас может быть обилка. Конечно, надо играть здесь более сейвово. Например, можно поставить, конечно, служителя боли. Учитывая, что у него нечетная еда. Забафать он может только через левел ап. Монетка не выходила. Соответственно, к четвертому ходу будем готовиться. То, что противник сыграет монетку и левел ап. Будет, конечно, неприятно. Я сейчас могу ударить и поставить служителя боли, ему придется меняться. Плюс я буду получать карты от служителя боли. И это будет нормально. И у меня уже Вестник Заката работает, поэтому если сейчас он как-то жирно выставится, я смогу это все дело зачистить и буду таковым. Значеник Холмов защищает он своих паладинчиков, чтобы на следующий ход бафнуть. Ну, я не знаю, будет ли он меняться здесь. Пробить я в любом случае могу. Нет, он меняется. Это все ясно понятно. У нас есть эликсир жизни. Не знаю, как мне сейчас отхил нужен, но массовку отдавать я, наверное, не намерен. Давайте, наверное, ударимся сюда. У нас есть внутренний огонь. Я, пожалуй, заблокирую этого противника. Поставлю Собирателя Сокровища, полечу Служителя Боли, чтобы больше карт здесь добрать. Но сейчас, если бы он вдруг сыграет обилку и как-то заспамится токенами, то, конечно, это будет означать только одно. У противника есть в руке левел ап. Сейчас, конечно, он его не сыграет, потому что у него нет этих рекрутов на столе. Но впоследствии все может быть, так сказать. Главная наша задача в чем? Главная наша задача победить. И чтобы мы наименьшее телодвижение здесь использовали. Конечно, я могу после левел апа это все дело зачистить. Тем самым немножко подержать стол. Так. И массовку отдавать, это, конечно, очень опасно. С другой стороны, от левел апа я смогу избавиться у меня из дракон. И с третьей стороны, я не могу ставить жирных существ, потому что здесь упрямый брюхонок. Тоже неприятная штука. Давайте, наверное, здесь дровнимся. На самом деле, наверное, левел апа я и не боюсь здесь. Если уж так подумать. Я могу поставить сумеречного дракона. Тут одного как раз брюхонок, наверное, уйдет. Не знаю, будет ли левел ап. Вряд ли. Наверное, мало это существ для того, чтобы левел ап кидать. Уже после ножа он, наверное, будет играть левел ап. А там уже время дойдет до доисторического дракона. И железноклюв. Просто в размены. Размены и паладинчиков. Можно, наверное, сейчас уже подумать о каком-то размене. У нас 10 карт в руке. Мне бы еще одного вестника заката, потому что до доисторического дракона еще целых два хода. Тоже неприятно. И три существа, наверное, он уже подумает разбафать бы. Потому что он может сыграть... У него 6 маны. Он может сыграть монетку, обилку и левел ап. Тут как раз будет достаточно жирный стол. Значит, Тарима там не будет, потому что он брюхонога взял. Ну ладно, много он, по идее, заспамить не сможет. Давайте тогда выставим еще клирика, чтобы на мелочь его размениваться. Я не думаю, что он сейчас будет левел ап играть на двух существ. Это глупо. Он может сыграть монетку и взять оружие. Вот это будет уже неприятно, да? И тогда я уже буду играть сумеречного дракона. Лазаруб, я убиваю, конечно же, одного паладинчика. И как минимум пятерых, да, он может на следующий ход залевел апить. У меня, к сожалению, только один доисторический дракон. Надо будет еще одного найти. Так, и здесь сумеречный дракон. Здесь, наверное, размен. И служитель боли, да, на добор карт. По идее, теперь ему надо как-то 4-9 убирать. Тарима у него пока что нету. Ему придется играть левел ап. Если, конечно, сейчас он захочет его сыграть. А может быть и не захочет. Но главная задача победить. Огневичок. Тарима пока что не видать. Наверное, пока что он не захочет... Не захочет отыгрывать левел ап. Слишком мало у него существ. Плюс надо разменяться тут на парочку карт, которые мешают ему здесь сделать все красиво. Но я думаю, здесь можно уже играть... Ого. Можно уже играть доисторического дракона. Эх, сбить бы ему оружие, да? Сбить бы ему оружие. У нас есть эликсир жизни, если что. Я могу ударить сюда. Могу ударить сюда и кинуть дракошку. У меня есть еще один дракон, если что. Клирика я уже подсевить не могу. Вот эту карту я еще смогу использовать в дальнейшем. Потому что одно здоровье у него все-таки остается. Сияющий элементарь пришел. Что по поводу летал? Давайте думать. У нас есть уже божественный дух. У нас есть внутренний огонь. И достаточно жирная тушка в виде доисторического дракона 4.8. Поэтому если он уже по нему не пойдет бить, можно будет прекрасно сыграть в массовый урон. Коридорный ужас на него баф. У нас есть сумеречный послушник, если что. Плюс серебряная дрянь. И, конечно же, удар. Хотя можно, по идее, сейчас потратить еще одного доисторического дракона. Бьет сюда. Я думаю, можно, да, тратить доисторического дракона. Стол достаточно жирный. Можем, конечно, украсть, допустим, его вот этого червя. Но почиститься прямо на весь стол у меня вряд ли получится. Могу ли я как-то сделать еще круче ход? Могу ли я что-нибудь подсейвить? Наверное, я играю пока что вот так. Ударю по лицу вот эту единичку, потому что она все-таки сдыхает от доисторического дракона. Чистим это все. У нас Вестник Заката приходит. К сожалению, дополнительного дракона нет. И я бафаю дракона, который 4-8. Потому что от него можно ожидать большего урона. 9 карт. Перебора по картам, ну, вроде как, не намечается. Баку-пожиратель. Это победа, ребят. Это полноценная победа. Моя вторая подряд. И это очень, очень круто. 20-20 в лицо. Чпоньк. Отлично. 2 из 2. Еще бы третью победить. И я всем буду рекомендовать эту колоду. Как раз возьмем... Опа. Я еще и сделал... Сделал сундучок. Почему 4-го ранга мне сундук засчитало? Потому что... А, потому что максимальный у меня был 4-й ранг. Я же здесь немножко слетел. Давайте последнюю партию, заключительную, поставим жирную точку на этой колоде. Скажем, что колода действительно сильная. И она может сражаться, например, еще против контроля колод. Мне бы хотелось на третий матч все-таки попасться на какую-то контрольную колоду. Чтобы ее как-то расфигарить. Да, ребят, вам огромное спасибо за просмотры. Очень приятно, что меня все-таки смотрят. Чему-то учатся. Чему-то я могу вас еще обучить. Особенно тех, кто уже давно играет в Херстоуны. В принципе, постигли все азы. Но все равно меня продолжает смотреть. Вам огромнейший респект. И всем поголовно лайки от меня. В комментарии обычно я прописываю еще лайки тем людям, которые давно пишут. Я их знаю. Знаю, когда они пишут комментарии. Отвечаю им в основном. И трал. Кстати, трал. Если это дрожжеглот, шаман, можно будет попробовать его как-нибудь сейчас покнуть. Но это может быть также и четный шаман. Поэтому мы подготовимся все-таки к нему. Оставим вестника заката. Собирателя сокровищ на добор. И в принципе, да, если у него вовремя не будет какой-то массовки, золотой каши, я его смогу. Но, наверное, дрожжеглот... А, все-таки ген, да? Ген шаман. Хорошо, да. У нас есть массовка. Есть добор. Наверное, все-таки монетку придется придержать. По идее, это мой супер благоприятный матчап. Лучше этого матчапа быть, наверное, не может. Ну, там есть парочка хексов, конечно. Но куда же без них. Я пропускаю ход сейчас. Не хочу отдавать монетку на собиратель сокровищ. Это абсолютно не важно. Потому что хотелось бы все-таки монетку сыграть на быстрого вестника заката. И это будет тогда победным решением моим. Легендарный, кстати, игрок. Меня вот от Эмпали Амурлоков. Не боимся, не боимся пока что. Потому что все это с вестника заката умрет. Я здесь поставлю собиратель сокровищ. У меня призывается копия 1-1. Если что, можно призвать клирика. Тоже будет здорово. К сожалению, не знаю, Тайс придумал эту колоду или усовершенствовал ее. Взял из основы какую-то другую деку. Ну, скорее всего, сейчас уже, в принципе, все придумано. И единственное, что... Что это? Из кресты угарь. Ну, вот она. Вот она массовка. Еще бы одну массовочку найти. Было бы здорово. Стол достаточно достойный для того, чтобы от него избавиться. Я здесь спокойно кидаю вестника заката. И все дело чистится. Вот поэтому эта колода неплохо сражается против подобных шаманов. Кстати, по-моему, третий противник уже скрытым ником. Ваш противник, к сожалению, не знаю, против кого я сражаюсь. А паладин был открыт? Рипер был. Предыдущий мой оппонент. Выхитительность трупов. Убить бы ее, да? Потому что там винфьюрич. Винфьюрич неприятно. Я, конечно, могу Сумеречного Послушника сыграть. Но мне кажется, за бафы важнее. Можем призвать 1-1 копию. Только вопрос, кого мне бафать. Вот эту штуку или... Наверное, да. Вот эту штуку, чтобы он сюда разменяться не смог. Плюс доберем карту здесь. И как бы, если что, есть Сумеречный Послушник. Если сейчас пойдет какой-нибудь баф. Плюс 2, плюс 2. Это достаточно хорошо. То есть я понимаю, что у него в руке нет Аллакира, да? То, что похитительность трупов все-таки получила винфьюри. Но чувак с ядом у него есть, да? В руке. Потому что похитительность трупов не получила яд. Искристый угарь. И, наверное, все-таки это будет размен. Ну, то есть один удар в лицо. Второй размен. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы баф прилетел сюда. Не, размена нет. Размена не будет. У нас есть хил. У нас есть лирка. Наша задача дожить до седьмого хода. Мне не нравится, что у него есть этот... Жонглер. Потому что эту штуку он достаточно легко убьет. Давайте, наверное, сыграем вот так. Мне не нравится, конечно же, его винфьюри. Мы полечим, чтобы существо осталось у меня в живых. Конечно, убьем существо, которое имеет винфьюри. Тем самым, я думаю, у нас есть шанс прожить. А единственный шанс шамана здесь победить, это как-то меня быстро за УТКшить. Бладласта у них нету, потому что там только четные карты. И хотелось бы, конечно, чтобы жонглер прилял мне в лицо. Вот злобный чешуйник, о котором я говорил, который не дал все-таки лайфстил той штуки. И морской великан, от которого избавиться, к сожалению, сейчас я не могу. И очень много урона придется по лицу получать. Вестник заката. Это, конечно, клево. Вот это бы сейчас сюда кинуть было бы круче. Но второй у меня такой нету. Можно было, в принципе, бы попридержать. Но 8 урона, наверное, я по себе сейчас могу получить. Тем более, следующий ход вроде как меня закроет. Вроде как бы 8 я получаю в лицо. Но вот эту штуку, скорее всего, я смогу убить. Потому что массовок у подобного шамана нет. Только хекса есть. Опять же, 7 таун неплохо. От любого другого, наверное, я смогу избавиться. Наверное, не смогу избавиться от опаляющего элема. Или как он там? Огненного элема. Сила земли он сейвит. И это феникс. Феникс неприятно. 10-7. Здесь будет 11-4. А здесь 8, да? Тоже неприятно. Мы сделаем так. И разменяюсь я на 3-3. Тем самым он вроде как сюда не проходит. А на следующий ход я вроде смогу его и убить. Главное, чтобы сейчас хекса не было. Но если будет хекс, то ему надо будет сначала удариться в таунт. Главное сейчас по лицу не получить. Ветра тоже неприятно будет. 3 по лицу получим. Минимум. Удар суда. Халимаса за. 6 урона в лицо. И отхил. Так, что здесь за хищение жизни, да? Похищение жизни это, конечно, хорошо. Но мне надо сделать так, чтобы он не дошел до моего лица. 3 демеджа это, конечно, много. 4. На фул отхилить тоже я не смогу. Вот единственный, наверное, нормальный вариант. Это удариться сюда, кинуть до исторического дракона. И тогда калимасом он пройти не сможет. Если, конечно, не поднимет какую-нибудь там какую-нибудь дополнительную штуку. Если я дам похищение жизни, я могу прямо сейчас отхилиться. Я нам мало могу отхилиться. Ничего такого крутого не получается. Единственный вариант у меня кинуть все-таки до исторического дракона и подсейвить лицо. Ну, какой-нибудь Лем, какой-нибудь Аллакир. Я, конечно, труп. Но, как мы знаем, Аллакир у него еще был здесь. Если только он стопдека не получит. Тотем из ЭК Пламени. Неприятно. И осталось как-то добить. Командир Авангарда. Ничего не могу сделать. Здесь меня, конечно же, добили. Не было нескольких ключевых карт. Минус лицо. Вроде как бы, ну, достаточно положительный матчап был. Но, к сожалению, его осилить я не смог. Вот такая, ребят, колода у нас. Значит, колода Тайс Эйнер Прист. ОТК Прист. Которая может кучу урона в лицо вносить. Но не в этот раз, к сожалению. Не в последнем матче. Но 2-1 это, по-моему, вполне достойный себе результат. Поэтому могу вам советовать данную колоду. Ссылочка на нее есть в описании. Колода была, как всегда, справа. Могли скопировать в течение матча. И переходите по ссылке обязательно на лотбет. Регистрируйтесь, участвуйте в турнирах. А на этом все, ребят. С вами Малгрув. До встречи в новом видео. Всем удачи, успехов и побед. Пока, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok